пророк моисея 40 лет водил рабов по пустыне чтобы они забыли что они рабы назарбаев 30 лет мозги нам парил чтобы сделать из нас рабов здравствуйте дорогие соотечественники я марат мусобаев обращаюсь к вам с двумя вопросами первое это подняться на митинге 16 декабря и второе как это все сделать у нас мы не располагаем время таким временем как пророк моисей или на санта назарбаев десятилетиями но у нас есть интернет и мы можем пробудить сознание наших соотечественников я скажу почему я обращаюсь я считаю что казахстанцы рабами потому что наших соотечественников садят тюрьмы у нас есть политзаключенные все об этом знают все об этом знают и никто не выходит на протесты наших соотечественников которые бежали с китая от геноцида от концлагеря хотят возвратить назад и они царянгуль сан сузбай например не нашла убежище это политическое убежище у нас казахстане и пришлось бежать швеции это позор для нас если мы не можем защитить своих соотечественников мы рабы двое парней сидят сейчас под судом и мы не можем им дать своего покрова как это так мы рабы и мы должны проснуться проснуться и не ждать это десятилетия у нас нет такой возможности нам нужно жить здесь сейчас жить счастливо люди хотят сделать и произвести все эти преобразования каким-то там создать партии и так далее я скажу что это создавать партии это ссать против ветра невозможно в нашей стране решить это таким путем нашей стране мы можем добиться только митинг только митинги почему люди не выходят на митинги они боятся боятся потерять работу боятся осуждение это рабски рабская психология вот живут люди например я сам жил много лет в общагах живут люди в однокомнатных общагах у многих даже туалеты на улице это в нашем 21 веке живут семьями с детьми с родителями в однокомнатной и они живут годами скоро их оттуда будут выносить вперед ногами и когда говоришь им давайте на митинг ой там за квартиру платить надо ой работа она много вот это это рабская психология понимаете все равно придет день все равно вы будете вынуждены подняться и выйти на митинги у нас другого выхода нет но это обстановка уже усугубится это будет очень тогда сложно нужно сейчас идти вы представляете вот у вас болит зуб вы не решаетесь его лечить то у вас денег нет то вы томатолога боитесь там сто причин кариес этот разъедает в конце концов уже доходит до того что просто нужно этот зуб удалить у нас ситуация такая создалась мы дождались до того что наш вот это вот правление вот это правительство все это с назарбаевым мы вынуждены просто удалить вылечить его уже невозможно а это мы можем делать только митингами выходите на митинг я вот вот эти вот которые живут в общежитиях вот ищнее сознание хочу поднять как вы вот дальше собираетесь жить у вас нет никакой перспективы зачем тогда вообще жить вы не можете себе ничего позволить лишнего даже нормального секса не можете себе позволить позволить правда говорю это откровенный в одной комнате жить с детьми с родителями или там где-то здесь все соседи спят еще через стенку слышно вы даже не можете себе позволить пойти там гостиницу снять вот это вот это вы рабы просто и вы не хотите просто задницу свою поднять вот к вам я обращаюсь не бойтесь попробовать один раз если бы они могли бы у нас всех задавить для таких как я уже давно перестреляли у них уже нет такой возможности чтобы нас задавить ну посадят меня посадят там еще кого-то посадят но всех не пересадят так что выходите тренируйтесь вот до 16 декабря осталось там две недели выходите там где-то какие-то протесты идут суд идет какой-то над активистами пойдите туда там познакомиться с другими людьми такими же как мы понимаете нужно действовать действует не бойтесь завтра 1 декабря вот день первого президента здесь выразить какое-то свое недовольство хотя бы друзьям своим вот эти вот выскажите не надо там пересылать друг другу то что вам пересылает это того толку не будет сами скажите вот выйдите маленький ролик сделать это будет шагом это вы пересилите себя я надеюсь что у нас произойдут перемены я очень сильно надеюсь не то что я уверен в этом основная масса проснулась но не ну не нужно ждать нам долго если все равно следующий год будет опять наш тенге упадет очень сильно упадет и тогда народ обнищавший народ он будет очень злостный и тогда еще хуже будет тогда народ не остановить и он будет беспредельничать лучше сейчас потихоньку потихоньку но выходите на митинги а состояние нашего вот материальное положение нашего казахстана я могу сказать вот по астане я живу снимаю квартиру в районе на вас вот это по госпрограмме дома кущегулова в каждом доме на каждом доме вдоль дороги есть ломбарды по несколько ломбардов в одном только вот семнадцатом доме я вам скажу там в одном доме пять ломбардов зашел торговый дом север там четыре ломбарда если бы я понимаю там какой-нибудь пацан пошел там айфон свой взял заложил чтоб девушку в кино сводить я это по ним понял бы но когда женщина идет издает свою любимую шубу для того чтобы свести с концы с концами это это пипец вы понимаете каком и положении материальном находим сейчас поэтому не будем усугублять положение вырываем этот зуб и давайте его расшатаем сейчас хорошенько расшатаем 16 декабря это у нас получится алга казахстан